Привет, друзья! В прошлый раз мы проходили Present Perfect, и если вы подумали, что все самое страшное уже позади, то погодите пока радоваться. Нас ждет еще одно сложное время, которое мы пройдем сегодня. Present Perfect Continuous. Если вы пропустили видео про Present Perfect, обязательно посмотрите его здесь. Так вам проще будет понять сегодняшнюю тему. Также напоминаю про шпаргалку по всем временам, которая будет служить вам подсказкой. В ней даны схемы, как образуются все времена, перечислены основные случаи употребления времен и слова-помощники. Она бесплатная, скачать ее можно по ссылке в описании. Время Present Perfect Continuous – это настоящее завершенное длительное время. То есть, это действие было закончено к данному моменту, неважно когда, мы не называем сроки. Мы видим результат этого действия прямо сейчас, то есть у этого времени также есть связь с настоящим, и при всем при этом оно было длительным. Это был какой-то процесс. Звучит длинно и непонятно, поэтому давайте посмотрим, например. Почему ты так тяжело дышишь? Я бегал. Я бегал – это и будет Present Perfect Continuous. Действие было завершено к данному моменту. Мы видим его результат. Человек тяжело дышит. И действие было длительным. Я что делал? Бегал. Это был процесс. Вот оно, наше новое время. Как это время образуется? Так же, как любой Continuous по формуле to be плюс ing. В Present Perfect у глагола to be форма have been или has been в зависимости от местоимения. Получается, для местоимений I, we, you, they используем have been. Для местоимений he, she, it – has been. И к смысловому глаголу добавляем окончание ing. Я работал. Вы убирали. Они ели. Он ждал. She has been doing – она делала. It has been painting – оно красило. Чтобы сделать отрицание, добавляем частицу not после первого вспомогательного глагола. То есть, после have или has. Have not – сокращенно haven't или has not – сокращенно hasn't. I haven't been working – я не работал. We haven't been cleaning – мы не убираем. You haven't been eating – вы не ели. They haven't been waiting – они не ждали. He hasn't been doing – он не делал. She hasn't been painting – она не красила. И чтобы задать вопрос, выносим первый вспомогательный глагол вперед. То есть, выносим вперед have – has. Have you been working – ты работал? Have we been cleaning – мы убирали? Have they been eating – они ели? Has she been waiting – он ждал? Has she been doing – она делала? Has it been painting – оно красило? Во-первых, когда говорим о длительном действии, которое недавно завершилось. При этом мы видим результат этого действия в настоящем. Точного указания на время нет. You are out of breath. Have you been running? Ты запыхался? Ты бегал? Paul is very tired. He's been working very hard. Пол очень устал. Он много работал. Why are your clothes so dirty? What have you been doing? Почему твоя одежда такая грязная? Что ты делал? Я говорил с Амандой об этой проблеме, и она согласна со мной. Where have you been? I've been looking for you everywhere. Где ты был? Я тебя везде искал. Во-вторых, мы используем это время со словами how long – как долго, for – в течение, since – с какого-то времени, когда говорим о действии, которое всё ещё идёт, или только что завершилось. How long have you been learning English? Как долго ты учишь английский? It has been raining for two hours. Дождь идёт уже два часа. Where have you been? I've been looking for you for the last half hour. Где ты был? Я тебя уже полчаса ищу. Крис плохо себя чувствует со вчера. В-третьих, когда говорим о действии, которое повторяется на протяжении какого-то периода. Дебби очень хорошо играет в теннис. Она играет с тех пор, как ей было восемь. Каждое утро они встречаются в одном и том же кафе. Они ходят сюда годами. И теперь давайте разберём разницу между present perfect и present perfect continuous. Первое отличие в том, что present perfect используется, когда нас больше интересует результат действия, а present perfect continues, когда нас больше интересует сам процесс. Моя одежда испачкана краской. Я красил стену. Здесь нам важно, каким действием человек был занят, что именно он делал. Стена была зелёная, а стала синей. Я покрасил стену. Здесь нам важно, что действие было завершено, и стена была покрашена. Мы видим результат. Нам неинтересно, как долго это действие длилось. Его руки грязные, потому что он чинил машину. Машина теперь в порядке. Он её починил. Ты ешь много шоколада последнее время. Это плохо для твоего здоровья. Ты съел весь мой шоколад. Ничего не осталось. Ты выглядишь уставшим. Что ты делал? Компьютер не работает. Что ты с ним сделал? Я вымотан. Я играл в теннис. Я никогда не играл в теннис. Второе отличие. Мы используем Present Perfect Continuous, чтобы рассказать, как долго мы что-то делали, а Present Perfect, чтобы рассказать, как много, как часто и сколько раз мы что-то делали. Как долго ты читаешь эту книгу? Как много ты уже прочитал? Я снимала видео весь день. Я сняла пять видео сегодня. Они играли в футбол два раза в этом месяце. Он учит английский в течение трёх месяцев. Он уже выучил много нового. Третье отличие. Мы с вами помним, что некоторые глаголы не используются в Continuous. Это глаголы состояния. Полный список таких глаголов вы можете найти в предыдущих видео про Present Continuous и Past Continuous. Хотя глаголы want и mean можно использовать в Present Perfect Continuous. Я всё собираюсь тебе позвонить, но постоянно забываю. Я всё хочу с тобой встретиться, но я очень занят на работе. И четвёртое. С глаголами live и work можно использовать оба времени. Present Perfect или Present Perfect Continuous. Я живу здесь долго. Как долго ты работаешь на эту компанию? Но со словом always мы обычно используем Present Perfect, а не Present Perfect Continuous. Она всегда жила в городе. Теперь вы выучили ещё одно время. Сложность Present Perfect Continuous состоит в том, что здесь слишком много вспомогательных глаголов. Вы часто будете забывать, что там нужно добавить, чтобы его образовать. Зато нет неправильных форм, так что хотя бы с ними не запутаетесь. В любом случае, вам нужно по-прежнему выполнять много упражнений, читать и слушать английскую речь, чтобы привыкнуть к этому времени и начать его использовать на автомате. На сегодня это всё. В следующий раз поговорим о времени Past Perfect. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!